Отечественный патриотический союз, умеренно правомонархическая организация образована в 1915 году. Создателем партии являлся известный деятель правомонархического движения Василий Григорьевич Орлов, который стал председателем главного совета ОПС. Вторым человеком в партии стал не менее известный деятель правого движения Василий Михайлович Скворцов. Вдохновителями создания ОПС называли члена Госсовета, бывшего министра путей сообщения, первого председателя Всероссийского национального союза АЭС, В. Рухлова, который лично хорошо знал В. Г. Орлова, товарищ министра внутренних дел Н.В. Плеве и некоторых Д.Р. высших сановников. Организацию ОПС поддержали такие известные московские монархисты, как Прот и Восторгов, Б.В. Назаревский, Д.И.Ловайский, П.Р. Д.В. Цветаев почетным членом союза был А.С. Шмаков. Устав союза формально разрешал участие в нем и народцев и иноверцев, что вызывало недовольство части патриотической общественности. Основной и неуклонной задачей союза устав провозглашал содействие объединению русских людей всех сословий и состояния для мирной работы на благо. Отечество на нераздельных исконных русских началах православия, неограниченного царского самодержавия и русской народности. В уставе отмечалось также, что ОПС стремится всеми законными способами содействовать улучшению материального быта крестьян и рабочих. Одновременно союз намеревался всеми силами оказывать противодействие социализму, как лживой и несостоятельной теории обеспечения трудящихся классов, как силе разрушительной для государственной и церковной жизни. Разобщенность патриотических и монархических организаций разных направлений не позволила им создать единого фронта и эффективно противодействовать. Надвигающейся революции после победы февральской революции ОПС наряду с другими патриотическими организациями был запрещен. Лидер союза В.Г. Орлов был арестован временным правительством и какое-то время провел в заключении в Петропавловской крепости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова